В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». В Исжигуте прошел день призывника. Каждый со сцены обращался к юношам с напутствием. Стать достойным солдатом и счастью справиться с задачей в рядах российской армии. В Иконхалке провели мероприятие, направленное на соблюдение правил дорожного движения. Министерство промышленности, энергетики и транспорта передало в районы мобильные автогородки. Детям в игровой форме смогут рассказать и показать, как нужно вести себя на дороге. А в Хабезе прошел республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР заслуженного работника сельского хозяйства России Юрия Абубикировича Аргунова. Молодые вольники со всей республики показали свое мастерство и волю к победе. В Карачаевске на базе спорткомплекса «Олимп» прошел открытый турнир Федерации комбат-самообороны ММА Карачаева-Черкесии. Состязания, уже ставшие традиционными, каждый год посвящаются Дню Возрождения Карачаевского народа. В этом году оргкомитетам было принято решение перенести соревнования на конец мая, из-за того, что праздник пришелся на священный по сто раз. Ахмат Халкечев продолжит. Открытый турнир собрал более 180 лучших бойцов различных клубов Карачаева-Черкесии, Кабарина-Балкарии и Ставрополя. Звание лучших спортсмена оспаривает в шести возрастных группах. В каждой возрастной категории имеются свои весовые категории. В категориях 6-7 лет и 8-9 лет проводятся тактические, технические семинары, оценивается техника участников. С категории 10-11 и выше непосредственно уже проходят поединки. На двух коврах одновременно идут схватки по сейф-комбату и микс-рестлинг по грепплингу. Сейф-комбат – это всестилевой вид единоборств. Здесь допускается применение разных техник. Это все удары руками, ногами, броски и борьба в портере. Ну а в дисциплине грепплинга микс-рестлинг можно использовать все борцовские техники с элементами болевых и удушающих приемов. Практически все участники выступают в обоих дисциплинах. Ислам Шедаков, выступавший в весовой категории 46 килограммов, в общей сложности провел 4 схватки на обоих коврах. Благодаря упорству и своей физической подготовке юноша стал победителем в своей весовой категории по микс-рестлингу и по сейф-комбат ММА. Пришлось выжиться на 100%. Ну в грепплинге я вначале чуть-чуть замешкался и пару моментов пропустил, но вроде я потом их наверстал. Я так думаю. Все соперники подготовлены очень хорошо, все вызывают уважение, показывают хорошую технику, также имеют очень хорошие физические показатели, и такие как выносливость и группа силы. Провел одну схватку, но так получилось, что соперник не вышел, вот сейчас жду другого соперника, чтобы провести повторную схватку. Для Темирлана Узденова, бойца клуба Карачай ММА, который выступал в категории 60 килограммов, как он поведал сам, эти состязания первые такого масштаба. Он признался, что хоть подготовка и была серьезная, победа далась отнюдь нелегко. Мои соперники представляли местный клуб Альфа и Пеливан. Уровень подготовки был хороший. Хочу сказать спасибо своим соперникам. Мы делаем друг друга лучше, сильнее. Все участники продемонстрировали высокие морально-волевые качества. В обоих дисциплинах выступление спортсменов оценивается по бальной системе. За схватками на обоих коврах, помимо главного судей соревнований, следят боковые судьи, рефери и судья-хронометрист. После подведения итогов призовые места распределились следующим образом. На первом месте бойцовский клуб из Карачаевска Альфа, на втором – Карачай ММА из Черкеска. А замыкает тройку лидеров Пеливан из аула Сартюс, Уждюгутинского района. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите информационный выпуск «Вести» на Ногайском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Утре. Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Первый месяц лета законно вступил в свои права, но июнь пока дождливый. Какую погоду нам ждать сегодня? Брать ли с собой зонт или яркое солнышко нам подарит сегодня свое настроение? Редактор субтитров А.Семкин западные 5-10. Днем при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. Лето – это в первую очередь каникулы. А что еще? Ну, конечно, отпуск. Кстати, об отдыхе. Более 11 тысяч школьников Карачаевой Черкесии отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях за счет средств регионального бюджета. В приоритете дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дети медицинских работников, оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях отдохнут 2895 детей, а пришкольные лагеря дневного пребывания примут 6185 школьников. Еще 2000 детей будут охвачены малозатратными видами отдыха. Отметим, что это предварительные цифры, и они могут поменяться в сторону увеличения. Принимая во внимание угрозу распространения коронавирусной инфекции, оздоровительный отдых будет проходить с учетом требований Роспотребнадзора. Напомним также, что в рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в этом году. Эта программа действует до 15 сентября. То есть, для возврата денег купить путевку можно было с 25 мая и планировать свой отдых до 15 сентября включительно. И все же, что такое кэшбэк и как вернуть стоимость путевки? Итак, обязательно наличие карты системы МИР. При этом она не обязательно должна принадлежать родителю ребенка, который отправляется в лагерь. Это может быть карта другого человека. Лагерь должен быть стационарный и участвовать в программе лояльности. Может быть государственным или коммерческим. Это не принципиально. То есть, ребенок там находится круглосуточно в течение смены. На лагеря дневного пребывания и палаточные кэшбэк не распространяется. Путевку оплатить картой МИР нужно. Перечень лагерей можно посмотреть на сайте мирпутешествий.ру. И еще, если в семье несколько детей, то кэшбэк предоставляется на каждого ребенка, на которого куплена путевка в детский лагерь в период до конца 2021 года. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие летние планы. Кто-то хотел улететь на отдых за границу, а кто-то планировал просто путешествовать по стране. Жители Черкеска поделились своими планами на лето. На море с сестрой, с дедушкой, с братом и с мамой. Вообще, после моря собираемся на дом. Ростов на дону. К дедушке с бабушкой. Больше ничего. Я хочу повторить некоторые вещи, которые всегда хотела сделать. Прогуляться больше времени, провести с друзьями и повеселиться как можно больше. Работать. А отдыхать не занимаетесь? Я и так слишком много отдыхала. Почти весь год. Я работаю в школе. И сейчас первый месяц у нас, сами понимаете, экзамены, ЕГЭ. Ну, первый июнь рабочий. А дальше посмотрим. А вот вообще планы поменялись с коронавирусом, возможно? Да, конечно, поменялись. Сложно. Ну, я привитая уже, так что, в принципе, у меня вопрос такой более или менее сейчас облегченный. То есть я могу выбрать, куда я могу поехать. По крайней мере, могу встретиться уже с родными, которые в других городах живут. Не изменились. Будем отдыхать, гулять. Может, работать. Поездки какие-то планируются? Ну, пока нет. Если получится на работе что-то там собрать, может, поедем. У вас как? То же самое. Да нет. Как планировали, так и будем. На работу ходить и отдыхать в парке здесь. И по возможности, если получится, съездим на море. После пандемии сейчас работаю, отпуска нету. Поэтому, значит, это состоится, наверное, на будущий год, потому что... А планы вообще изменились, да, из-за пандемии? Да, было заложено в программу, что поедем. А получилось так, что не состоялось это все. Планы какие-то были? В архивист поедем отдыхать надо будет. А вот из-за пандемии у вас планы изменились вообще? Ну, да, конечно, я в Москву летал. И я уже, наверное, сейчас вот изменилась, конечно. Вот только открывается, вот сейчас полечу опять. Начнем с того, что мы учителя. И сами понимаете, какое у нас лето. Впереди ЕГЭ, присутствие. Вот, и маленький промежуток времени лично для себя и детей. Мы никуда не ездим отдыхать, естественно же, и лишний раз какие-то места не посещаем. Мы просто по улице сейчас, поэтому без масок стараемся избегать скопления людей. Я все равно поеду на море в любом случае. Страшновато, но поеду. А как без моря? Невозможно отдохнуть. Утром хочется говорить о прекрасном. Буквально через минуту к нам в гости придет известный модельер, художественный руководитель Народного театра моды Суюмбике Асият Мусакаева. На днях в Чувашии пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства. И нашу республику на этом мероприятии будет представлять Асият Мусакаева. Какие работы модельер повезет на фестиваль, кто участвует в театре моды и в каких еще технологиях она работает. Но обо всем этом Асият расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Они уже в студии. И я уступаю вам гостиную. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Сият. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Поводов для встречи у нас немало. Вы такой творческий человек. И я думаю, что нашим зрителям будет интересно с вашим творчеством и с вами вообще познакомиться. Я знаю, что в Чувашии на днях будет проходить всероссийский фестиваль-конкурс. И вы туда активно готовитесь. Что повезете? Куклы. Там очень много номинаций. Более 10 номинаций будет в этом конкурсе. Конкурс всероссийский. 19-й конкурс. Он учрежден Министерством культуры и Домом творчества имени Поленова, который находится в Москве. Ну и наш Дом творчества Ирцинака тоже как бы отбирает мастеров декоративно-прикладного искусства. Я хочу попробовать себя в новой номинации, в номинации декоративная кукла, которая сделана своими руками. Ну то есть это мастера декоративно-прикладного искусства, правильно? Да. Вы художественный руководитель Народного театра Сюембике. Мне бы хотелось, чтобы у нас в республике не так много народных театров. Ну и вообще театров моды очень мало. Хотелось бы узнать о концепции, об идее, о работе вашего театра. Что вы там делаете, что показываете, кто работает? Театр моды Сюембике, но вот без малого уже на следующий год это уже 14 лет, как мы есть в этой республике, как мы родились на свет. Ну какова концепция? Показать людям, показать зрителям, что было раньше в старину, какие костюмы, какую одежду носили. Но я не только по этой линии работаю, старинный костюм, есть несколько направлений, есть современный костюм с деталями национального костюма, есть просто мои какие-то фантазийные работы. Это все в театре моды? Сочинения на тему, да. В театре более 30 костюмов, но направление это Ногайский костюм, то есть в костюме, как бы он ни был исполнен, то ли это национальный костюм исторический, то ли это стилизация на тему. Используется какая-то деталь, которая была в костюме в Ногайском. Орнамент, шапка где-то, где-то нагрудник какой-то, ну вот как-то вот так. Молодежь участвует? От 4 лет. Вот такие маленькие? До, у меня есть студенты, которые уже как бы давно ушли со школы, где-то учатся, где-то есть работают, но на репетиции ходят, когда нужно куда-то поехать далеко, когда нужно показать весь состав, то, конечно, помогают, приходят, участвуют. А показы часто устраиваете? Ну, мероприятия, которые необходимы, чтобы представить Ногайский район, но еще и представляем республику тоже, да. Отдельная тема это вот эти ваши прекрасные куклы. Они, как правило, в национальных костюмах, они интерьерные. Мне бы хотелось, чтобы вы вот, почему-то у них нет лица. Почему так, во-первых? Во-вторых, как долго вы работаете вот над одной куклой? Это просто вот действительно шедевр, вот тут такая работа прям ювелирная, это все так красиво, как вы придумываете образ? Хочу начать с того, что я не просто одеваю куклу, я ее вначале шью, то есть беру лист. Саму основу? Основа, сама основа, кусок ткани, раскроенный, сшитый, забитый, холофайбер, ну, чем нужно забивать? Забивается, собирается вначале кукла, а по мере того, как забивается и собирается кукла, ну, параллельно возникает образ, какая она будет. Вы же не только куклы делаете, не только в театре моды работаете, вот эти вазы, они, они вот, я подниму и покажу людям, насколько они легкие. Вот с виду, это бронза такая тяжелая, ты тянешь, ты думаешь, сейчас подниму, а ваза-то из бумаги? Это обыкновенная салфетка, да, бумажная салфетка. А как вы это делаете? Стиль называется пейн-арт, ну, я увидела в интернете, мне стало интересно, как вообще это делается. Попробовала на нескольких работах, ну, смотрится неплохо, да. И войлок, да, вот это? А это, да, это валяние, это я на органзе валяла войлок, тоже как бы хотела себя в этом попробовать. Это палантин, но это незавершенная работа, здесь еще нужны кисти для того, чтобы его можно было носить. Я знаю, что у вас множество призов на многих конкурсах, и наверняка рассчитываете в Чувашии на победу? Вы знаете, куклы для меня это настолько новое, ну, как бы костюм, 14 лет, это да, там места какие-то где-то завоевывали, первые, вторые, редко третьи. А кукла для меня это, ну, совсем новое, я ее только учусь делать, и думаю, что больше я туда еду для того, чтобы силы свои, как бы, да, сравнить с людьми, что они делают, что я делаю, помириться силами, посмотреть, показать себя на людей посмотреть. На мой взгляд, это невероятная красота, я желаю вам только победы, спасибо за участие, творческих успехов. Спасибо большое. На праздники кроссоверной музыки побывала Шерифат Лепшокова. Впервые в зале филармонии Черкеска звучала кроссоверная музыка, смесь академического и современного стилей. Композитор Мурат Кабардоков работает в разных направлениях. У зрителей была возможность оценить и насладиться работой мастера. В исполнении автора и клевер-квартета звучала как оригинальная музыка, так и народная мелодия в его обработке. Это были русские народные, адыгские и карачево-балкарские мотивы. Композитор признается, уделяя много внимания академической музыке и не стараясь подражать фольклору, он все же является носителем кавказской культуры. Это мое естество, во-вторых, я композиторю пишу свою оригинальную музыку и в разных направлениях. И в данной ситуации с квартетом мы как-то... Ну, давно уже работаем в этом направлении, это направление корсовера, о котором я говорю. Но мы пишем и сугубо академическую музыку, мы играем в киномузыку. Полтора часа погружения в музыку стало подарком для меломанов и для тех, кто впервые соприкоснулся с высоким искусством. Последние наверняка полюбили серьезную музыку уже навсегда. По-особенному зазвучали для собравшихся и родные мотивы в исполнении Аскера Бербекова. Победитель телевизионного конкурса «Голос-8» спел адыгские народные песни в обработке Мурата Кабардокова. Казалось, проникновенный чистый голос артиста проник в душу каждого в зале. Артист перед концертом рассказал, как он готовился к встрече. Для него, как и для Мурата Кабардокова, это также первый концерт в нашей республике. Для себя Аскер давно определил репертуар, наряду с собственными песнями этой фольклорной композиции, близкий ему генетически. Музыка народная, скажем так, она, хотим мы или этого нет, она как будто уже вплетена, скажем так, в гены, потому что эти песни слышали не одно поколение, скажем так. Музыка Мурата Кабардокова, как и волны, настигала зрителей и накрывала их своей силой. Артистам удалось передать и силу фольклора. Понятная и любимая многими поколениями народная музыка, переданная в современные обработки, по-прежнему не теряет своего очарования. Мурата я знаю еще с института. Мы учились примерно в одно время в Северокавказском институте искусств. И, честно говоря, глядя на него сегодня, я горжусь своей альбоматор, потому что, без сих пор, это талантливые ребята. Но тогда, во время учебы, я не знала, что он пишет, не слышала, что он композитор молодой, но самих произведений не слышала. И когда несколько лет назад я впервые услышала его альбом «Песни без слов», я до сих пор не кажусь под впечатлением от этого альбома, я заслушала его до дыр. Я очень рада, я благодарна и организаторам, и ребятам за то, что они собрались и приехали, подарили нам чудесный вечер. Очень впечатлилось концертам, они передают такие разные настроения, что невозможно думать о чем-то другом, кроме об игре смычков. Мне понравилось, как играли на скрипке, на фортепиано, в общем, как исполняли. Наступила новая рабочая неделя. Куда можно пойти и чем разнообразить свой досуг в свободное от работы время, узнавала наш обозреватель Альбина Курочидова-Кенжева. Доброе утро, Альбина! Доброе утро всем! Сегодня я расскажу вам о новинках в мире кино и о культурных мероприятиях в республике. Доброе утро, Альбина! В библиотеке для незрячих и слабовидящих состоится конкурс рисунков. И нет у нас родины краши России. В ней примут участие ребята от 5 до 15 лет. Русский театр драмы и комедии подготовил спектакль для юных зрителей «Выбери себе друга». О том, что вместе с друзьями преодолеть жизненные препятствия проще и веселее. И о кино. Любители природы и приключений смогут увидеть первый отечественный блокбастер о природе животных Байкал «Удивительные приключения Юмы». Это кинорассказ о великом озере и заповедном чуде природы. Все роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Главная роль досталась юной байкальской нерпе Юме. Зрители узнают историю Юмы от ее рождения до путешествия на Ушкании острова. Кинолента «Круэлла» перенесет зрителя в Лондон 70-х годов в атмосферу панк-рока. Невероятно одаренная мошенница Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья – парочка юных карманников – готовы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. Желаю приятного просмотра. На этом у меня все. До встречи. И заглянем в календарь праздников. Сегодня день видеомагнитофона. Помните, вот такие кассеты с интересными фильмами. Наверное, они, да и сами видеомагнитофоны, есть еще у многих. Я лично храню, ведь это уже антиквариат. Кстати, видеомагнитофон, видеомагнитофону сегодня 65 лет. К началу 60-х годов студийные видеомагнитофоны громоздкие и очень дорогие появились на многих телестудиях. А уже в 90-х они стали появляться в домах многих жителей. Друзья и соседи обменивались кассетами с интересными фильмами. Да и многие записывали с телевизора различные программы и концерты. Хочу сказать, что лето это не только каникулы, но и мороженое. Сегодня день шоколадного мороженого. Сейчас его великое множество, как говорится, на цвет и вкус. А вы какое любите? Я лично предпочитаю пломбир. Мороженое – любимое летнее лакомство большинства людей. Оно способно подарить прохладу в жаркое время и улучшить настроение. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия». Продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели и встретимся завтра. На платформе смотрим.ру и на телеканале «Кавказ-24». Продолжение следует...